В общем, постараюсь сейчас быть максимально краткой, но понятной и ясной вам. В общем, через 6 дней после того, как мы приехали из Италии, нас забрали в обсервацию, а конкретно на карантин, потому что у пассажира нашего рейса был найден, кажется, плюс. В связи с этим нас быстренько, хоп, на скорой и привезли. Это будет такой небольшой типа дневник, я вам покажу, как это проходит, как мы офигели, встретив вот этих всех инопланетян. По стечению нескольких дней, безусловно, мы к ним уже привыкли. Они больше, мне кажется, даже удивляют своему наряду, чем мы. Так что, как проходит наши дни? Часть 1. Обманывать это плохо, это нечестно. Переместенье. Блин, так стыдно подсматривать. Смотрите, вот ребята, они нам тут не видно, вот они здесь разливают, у них тут обед. И сейчас мне все занесу, вот тут накладывают. И нам привезли еду и кучу всяких развивашек, антенна. Антенна для вот этой штуки. Я надеюсь, что я смогу как-то это соединить, и оно будет работать. А вот приехала и мне еда. Фломастеры, мозаики, вот сахар. Какая-то еда, сейчас все разберу. Спасибо огромное, потому что без этого существовать чисто с планшетом невозможно. Субтитры сделал DimaTorzok божественное сделал дело гулять смело как говорится к сожалению это не смешно работает только если антену вытащить на улицу тогда работает провела себе кардиотренировку небольшую планирую таких сделать хотя бы три за неделю иначе здесь можно чокнуться вчера было 8 марта и была отвратная погода лил дождик сегодня 9 и я чувствую как и слышу как поют птички сижу читая книжку синдром петрушки немножко помонтировала периодически играем с германом игры у нас есть пазлы игры бродилки очень много всего когда-то просто болтаем но конечно же огромное количество часов он проводится планшетом он смотрит всякую хрень а я смотрю вдаль как сотрудники нашей больницы гуляют по улице вот вся моя система ниппель которую я придумала для антенны сейчас секунду я открываю окно на проводе висит антенна который только таким образом ловит а вот вид из моего моей палаты так сказать смотрите вот проходная уже прям близко но куча деревьев и не видно ничего дедушку подходил сюда он ведь машин едет вот здесь я просила подойти мы смогли друг друга увидеть так что ребятки небо голубое солнышко блестит птички поют мы вот так вот мы вот так вот загораем как я там снимала в италии примерно так же я вам и обещала давайте вам проведу маленький рум-тур покажу что у нас здесь потому что потому что мне больше делать ничего сегодня и завтра следующий stories начинаем с входной двери где заходят врачи и вот так выглядит зона здесь у нас гардероб здесь давайте туалет наш прекрасная ванная комната вот душ и отсюда мы попадаем нашу комнату сейчас специально закрыла двери потому что в первый день я запирала шлепкам специально эти двери что было жутко холодно открываем и тут спали на три кровати две совмещенные моя штора здесь столик мой любимое страшное окно в который за нами подглядывают столик с игрушками всякой фигней есть кнопка их таких две на самом деле вызываешь если тебе что-то нужно столик с едой и и очень много за последние два дня привезли далее у нас здесь вот ну понятным образом стоит телевизор на это единственное как ловит антенна и балкон балкон с моим личным мини холодильником небольшая у нас такая больница видите на самом деле и вот сюда вот сюда нам подвозит новеньких маленький клоток свежий воздух что такие не у меня заботливые таких родителей так варкаши просто надо не знаю днем с огнем искать честно не очень я их обожаю тебе привезли вчера ты просил помнишь кросса и самое крутое что попросила я попросила смотри я попросила потому что потому что я здесь и тогда ем только один прием пищи потому что как правило бывает я ем только один прием пищи из того что здесь дают ну допустим на завтрак манку я не перевариваю на ужин дают что-нибудь еще какую капусту тушеную я тоже не ем и дыши рак может меня спасти поэтому две пачки дыши рака